Знать правила дорожного движения должен каждый. В управлении ГИБДД традиционно прошел региональный этап всероссийского конкурса «Безопасное колесо». В нем приняли участие более 100 школьников из Иваново и области. 29 команд боролись за звание лучшей. Они должны у нас будут обладать знанием ПДД, медициной, а также вождением велосипедом. У нас на данном этапе здесь проходят две станции. Это у нас фигурное вождение и автогородок. Испытания на площадке довольно сложные. Чтобы не потерять ни одного балла, нужно проехать всю дистанцию без ошибок. Восьмерка, слалом, разворот в ограниченном пространстве, прицельное торможение и многое другое. Не задеть фишки и не сойти с маршрута получается далеко не у всех. Самое сложное было проехать восьмерку. Когда ты ехал, тебе мешали препятствия. Самое легкое было проехать и положить цепочку на место, которое нужно. А вообще в целом сложные испытания? Ну да, довольно сложные. Для меня было немного сложное задание восьмерка и змейка. Вот. Они были сложные, потому что там было все на них узко как-то. Остальные задания для меня нормальные были. Второй этап давался ребятам проще. Здесь не нужно лавировать между фишками. Зато требуется соблюдать правила дорожного движения, спешиваться перед пешеходными переходами и железнодорожными переездами, следить за сигналами светофоров и дорожной разметкой. Команда, которая наберет больше всего баллов, представит Ивановскую область на всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо в Казани». Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.